Камерное и в то же время важное мероприятие состоялось в эту пятницу в детском музейном центре Краеведческого музея. Здесь прошла презентация документального фильма, посвященного человеку, во многом благодаря которому Верхневолжье получило такую масштабную организацию, как Тверской государственный объединенный музей. Израиля Брожестовицкого смело, без всякого преувеличения можно назвать вторым основателем Тверского Краеведческого музея. Одного из старейших в России, и который был фактически полностью уничтожен в годы Великой Отечественной войны. Но судите сами, из 100 тысяч экспонатов после войны уцелело всего лишь 2 тысячи. И неудивительно, что в 50-е годы даже на полном серьезе рассматривался вопрос о ликвидации Калининского Краеведческого музея. И именно Израиль Брожестовицкий возродил полностью Тверской Краеведческий музей и приумножил его коллекцию. Конечно, и его предшественники в послевоенные годы предпринимали все для восстановления былой славы Калининского Краеведческого. Но именно Израиль Брожестовицкий, начиная с 1967 года, вместе со своими коллегами не только окончательно возродил головной музей, но и создал обширную сеть филиалов. В итоге Верхний Волжи снова стала одним из музейных центров нашей страны. Были стройки, ремонты, и все это приходилось только вкладывать в это. Блестящий был хозяйственник. Он смел сплотить коллектив, и потом он умел разговаривать с людьми. Он был начальником, с которым можно было спорить. Он никогда не повышал, он мог доказать, объяснить, где-то поругать, но он никогда в жизни не поднимал голос. В этом году отмечается столетие со дня рождения Израиля Брожестовицкого. По случаю юбилея о нем был снят документальный фильм, презентация которого прошла в пятницу. В небольшом зале собрались коллеги, родственники, авторы работы, чтобы еще раз вспомнить о том, кто, несмотря на ужасы, пережитые в годы Великой Отечественной, несмотря на послевоенные трудности, остался человеком искусства, человеком эпохи Возрождения Тверского краеведческого музея.